Аргументы Полупанова Нью-Йорка, где представлял свой новый фильм Самый лучший день, караоке-комедию Как там наши? Как восприняли фильм? Затискали ли в объятиях после просмотра? Аудитория эмоциональная Такая Одесская Открытая Для них караоке Просто пришлось Как нельзя кстати Я надеюсь и для нашего зрителя Это что называется зайдет Но там пели Вот это самое радостное впечатление То есть с первого кадра до последнего? Нет, не с первого У нас так построено, что мы В общем приглашаем Маним зрителя попеть Это некое Ну как сказать Там есть Этапы вовлечения Сначала герои поют Потом с музыкой А потом даже Есть приглашение Прямая апелляция Ну в общем они пели В Нью-Йорке Есть ощущение, что СССР существует Там в отдельно взятом городе Да, он там В банке Значит Консервный Да Совершенный СССР Абсолютный Многонациональный такой Какой-то братский Все с воспоминаниями с какими-то Все погружены И я рад, что То, что они увидели А это Россия В общем современная Сегодняшняя В фильме вашего Да, в фильме Самый лучший день у нас Главный герой-сотрудник ДПС Которого играет Нагиев Дмитрий Нагиев, да Придорожное кафе Содержит Инна Чурикова Его мама Михаил Боярский Шиномонтаж Ну вот Папа Нагиева Играет папа Нагиева Так вот Вот эта вся Реальность С которой они Не сталкивались Она как-то Абсолютно Их порадовала И они так благодарили Я боялся Честно говоря Этого зрителя Потому что Он живет по своим По каким-то законам И сверяется Ну с воспоминаниями Кто пять лет уехал А кто и пятнадцать Потому что там Публика была В общем Разновозрастная И молодежь Но много и Такого старшего поколения Который В общем застали Генсеков С орденами Но тем не менее Как-то Получилось С ними получилось Теперь вот Дело за зрителем Нашим Российским Чтобы ему Это понравилось Потому что конечно Мы работали И мы это все ощущали Мы делаем Кино зрительское Для того чтобы Зритель пришел Зритель порадовался Попел Вот В наше Кризисное время За одно За Одни деньги Получил Два удовольствия Вот Это важно Но тоже Сображение Экономии Вот И это Этот наш экзамен Вот он Только начинается Ну то есть Получилось снять Такую универсальную комедию То есть этот юмор Понятен всем И мне кажется Значит смотрите Я боюсь таких слов Боюсь шапкозакидательных настроений Потому что Аудитория скажет Получилось или нет Но по поводу того Что юмор Переходит границы Удивительный Произошел случай Подошел охранник Афроамериканец Который по русски Не говорит Не говорит Он говорит Вы Ну ты режиссер Я говорю Да Он говорит Много смеялись Good stuff Хорошая фигня То есть Его Подключила Не даже Не сама картина А то Как люди реагировали И он Сам на улыбки На такой На широкий Подошел Вот Значит Как-то там Удалось Перебросить И в него В афроамериканское сознание Мостик Значит Нашего юмора Что мне казалось Вообще невозможно Потому что Все-таки Наш фильм Он про нас Прежде всего И мы И я даже Ну как сценарист Не претендую на то Чтобы знаете Там Перейти границы И мы И пусть другие Посмотрят Как мы живут Как вот часто происходит Там Ну например В фестивальном кино Когда Создается Некая история На российской почве Но она На экспорт Она и выглядит И Вот А мне кажется Что это Что это стоит увидеть На экране Просто потому что Больше этого Нигде нет Михаил Сергеевич Боярский Поет Танцует Танцует Инна Михайловна Ну и так далее То есть это Такой коктейль Который мне кажется Нельзя пропустить В гостях у меня сегодня Жора Крыжовников Режиссер Сценарист Продюсер Мы вернемся Через несколько минут Аргументы Полупанова Аргументы Полупанова Добрый вечер С вами Владимир Полупанов Беседуем мы сегодня С Жорой Крыжовниковым Режиссером Фильма Самый лучший день Его премьера Стартует в этот Четверг Этот фильм Имеет подзаголовок Караоке-комедия Жора Что все-таки Для вас Караоке На сно беру Вычитал Одни считают Караоке-бары Российским филиалом Культурного ада Для других Это запрещенное удовольствие И возможность Тайком от всех Анонимно выпустить Демонов Для третьих Пение в кругу своих Самое что На ней есть Духовная скрепа Ну первое Что мне кажется Из этого текста Понятно Что журналист Хочет войти В историю Журналистики Самыми сложно Подчиненными Предложениями Вот То что Непонятно Что он Хотел сказать Но я знаю Что такое Караоке Караоке Первое Это тренинг Некой свободы Мы на самом деле Поем Да Одни Подпеваем себе Бурчим под нос И так далее А вот на людях Это сделать Это что-то В себе Переступить И у нас Все-таки Такой Мы люди В общем Стеснительные Зажатые Где-то Я бы сказал Закрытые Да Вот И караоке Как ни странно Это Ну такой Ну я не знаю Вот Слово точное Подобрать Но это Способ Разбушлатиться Да Да Раздухариться Что-то в себе Переоткрыть Вот Перезапустить И наши герои Они поют Они подпевают Песни в машине Они заткнув уши Наушниками Что-то поют Иногда В ноты Не попадая А там Герой Михаил Сергеевич Боярский Он с гармошкой Он Себе Очень круто Подыгрывает И поет Ну практически Профессионально Такие тоже есть У меня вот Дед Мой У него Была гармонь И он Всю жизнь Пел Замечательно Играл И так далее То есть На самом деле Вот эта вот Страсть к песне Она нам тоже присуща То есть у нас Такой Ну как бы Конфликт С одной стороны Душа-то поет Вот А с другой стороны Как-то стеснительно Поэтому Часто прибегает К помощи алкоголя Чтобы этот Зажим снять Ну вот Но Наша история Это Не вокальный тренажер Это не Попытка Значит во что бы то Не стало Устроить перформанс Но Наши герои Поют Всем известные Хиты Лепса Ну это караоке-хиты Да? Ну это караоке-хиты Батарейка Ну мне кажется Если хоть раз Был в караоке Батарейку слышал В исполнении С Жуков Даже с Жуков Да То же самое с Лепсом Но Самый лучший день Уступает только Песне Рюмка водки Но рюмка водки Уже была В Горько-2 Поэтому И наши герои Поют Зачем еще нужно Караоке Зачем нужна песня Потому что Иногда не хватает слов Чтобы выразить эмоцию А песня Помогает Проговорить То что Сформулировать Не получается Вот эта история Замечательная С моим Знакомым Она грустная И в то же время Поучительная Они расстались С женой И он Теперь на каждом Празднике На каждом Застолье В определенный Момент Берет микрофон И поет Ах какая женщина Мне бы такую Да Мне бы такую И все понимают О ком это И все понимают О ком это О чем это И он Как бы Пропевает Выговаривает То что На что Слов то нет Ну С кем он будет Разговаривать Кому объяснять Что он чувствует А здесь Песня Помогает Это сформулировать Помогает Этим Поделиться Разделить И чуть Легче Сделать горе И чуть Полнее радость Потому что Когда к радости Присоединяются Она становится Интенсивней А когда ты Делишься Чем-то грустным Да там Ну или лирическим Каким-то настроением И тем самым Тоже себе Помогаешь его Преодолеть Поэтому Мне кажется Что вот Караоке Этот формат У нас там Кое-когда Бегут титры Приглашая Зрителя Подпеть На новый Ну когда еще Зритель придет Такой подготовленный В кинотеатр Чтобы Воспользоваться Возможностью И попеть В гостях у меня сегодня Жура Крыжовников Мы прервемся Совсем ненадолго Аргументы Полупанова Жора Я на вашей страничке В фейсбуке Прочитал Такие отзывы В общем-то Восхищенные Люди вас сравнивают С Рязановым И Гайдаем Ну те По крайней мере Люди Которые посмотрели Комедию Караоке Комедию Самый лучший день Все-таки Как вам кажется Есть ли что-то В вас В вашей манере От Скажем От их Искусства И Можете ли вы себя Назвать преемником Рязанова И Гайдая Вы знаете У меня Мне не Не хватит Совести И У меня еще Есть стыд Чтобы Значит Не заявлять На всю страну Что я Преемник Великих Мастеров Но это Надо быть Безумцем Но Что точно Я могу Сказать Это то Что я Стараюсь Изо всех сил У них учиться Со мной Это произошло Там Ну Какое-то Количество Лет назад Мы все знаем Советскую комедию Все ее любим И вот я Случайно Напал В очередной раз На служебный роман Но уже Поучившись Там В ГИКе В ГИТИСе Вот уже С этим багажом Сел И посмотрел От начала До конца Я понял Что это шедевр Шедевр Не потому Что мы к нему Привыкли Что мы его Полюбили Ой Это уже Наши знакомые Нет Это идеально Выстроенная Драматургия Сбалансированная То есть Это Сделано Мастерски Не случайно Это сделано Большим Художником Который понимает Что И после Этого У меня Начался Вы знаете Такой Свообразный Запой Вот Комедийный Запой Я Пересмотрел По много Раз Данелию Рязанова Гайдая Просто Записывая То Как они Дают Формулировки Как они Очерчивают Героев Как они Строят Комедийные Ситуации Как они Переходят Ну вот У Рязанова У Данели Потрясающие Переходы Из комедии В лирику Ведь В чем Отличие Например Советской Комедии Мне кажется От американской Прежде всего Это умение Быть Эмоциональным Не только Ну падать Изо всех сил Значит Юморить Выдавать Какие-то Каламбуры И гэги И гэги Да И смешно Пукать Понимаете Вот Это Это рассказ Про человека Где Герой На первом месте Не смешные Случаи С ним Изо всех сил Мы сейчас Его вот Прямо Придумываем Нет Там везде Судьба Там везде Персонаж И в этом Смысле Мне очень Ценно Что вот Инна Чурикова Народная Артистка СССР Михаил Сергеевич Народный Артист Елена Яковлева Что мне удалось Их привлечь К нашей Работе Потому что Они бы Мне кажется В Драматургии Слабы Где нечего Играть Вот Моя первая встреча С Инной Михайловной Была такая Она прочитала сценарий Говорит Да Да Любопытно Но вы поймите Я Если я пойду Я должна знать Что В этом есть смысл Есть история И это мне интересно Вот И заинтересовать Инну Михайловну Которая переиграла От Васы Железновой До Жанны Дарк И заинтересовать Ее комедийным материалом Было Непросто Но тем не менее Она поверила И уговорил Михаила Сергеевича Боярского Да Он сомневался Потому что Ну он давно Давно не снимался И она ему позвонила И сказала Миша Давай похулиганим Ну что ты Значит Там киснешь Тем более Они ни разу вместе Не встречались Да Они вместе не встречались И для нее Это было Ей очень хотелось Сыграть С Михаилом Сергеевичем Семейную пару И в общем Это было очень трогательно И очень ответственно Это вообще Конечно Ярчайшее впечатление Как Эта работа С Вот с такими мастерами А в чем Собственно Проявлялась Вот эта Их ответственность Вы знаете Это Я вам скажу Невероятное Трудолюбие Просто Головокружительное Изматывающее Саму себя Репетиции Вот наши мастера Репетируют Уже забыли В кино На телевидении Какие репетиции Бегом Бегом Включайте камеру Сейчас мы И дальше побежим Деньги зарабатывать Вообще Другой ритм Другие требования К себе Ну и Что Михаил Сергеевич Что Инна Михайловна Это вот С прямой спиной Что называется Они Есть сцена В фильме Которая вот Ну Которая что называется Заходит Да Это разговор Михаила Боярского С Дмитрием Нагиевым С беспутным сыном Когда отец Сыну говорит Что же ты делаешь И он Первый дубль И мы все За плейбэком Выпрямились Потому что Он это делает Настолько Честно Настолько Это Сейчас уже Знаете Привыкли Тоже мы К такому существованию Артистов Которые как бы Полунамеком А он что-то Имеет ввиду Другое Такой закрытый Как бы режим Когда И непонятно Играет человек Или он просто Вот Ну Просто Заснул Вот До конца Не разберешься Вот А здесь Это такая Такая искренность Драйв еще при этом Да Драйв Это Артистизм Ну Сам себе завидую Вот рассказываю вам И понимаю Что я завидую себе В гостях у меня сегодня Жора Крыжовников Режиссер Продюсер Сценарист Мы вернемся через несколько минут Добрый вечер С вами Владимир Полупанов Общаемся мы сегодня С Жорой Крыжовниковым Сценаристом Продюсером Режиссером В основном Говорим о новом фильме Короке комедии Самый лучший день Но Сейчас небольшое отступление Хотел вот Вот о чем спросить Вчера разговаривал с Константином Райкиным Великим мастером На самом деле И вот он мне говорит Отвечая на вопрос Почему вы Так редко снимаетесь В кино Не знаю Лукавил он или нет Он мне сказал Что Актерство Это вообще Удел молодых Как вам кажется Действительно ли В этих словах Есть какая-то истина Или все-таки Мэтр так пошутил Ну если говорить Про Константина Аркадьевича То Он действительно Совершил такой Монашеский поступок Он ушел из кино И Вообще из медийного пространства В театр И построил Один из лучших театров Москвы Создал там Сильнейшую труппу И режиссера у него работает И у него самого Как у режиссера Потрясающие спектакли Мне кажется Что Это не Ну не про актерство Скорее Это Какая-то более Глубинная вещь Имеющая отношение Там к предназначению И так далее Вот так Его Константин Аркадьевич Мне кажется Понимает Всерьез Что он просто От этого отказался Но другое дело Что С нашими Потрясающими Артистами Которые еще В советском Кино Начали Свои карьеры И сложились Да Как артисты С большой буквы С ними произошла Конечно ситуация Ну вот в 90-е Все рухнуло Рухнуло кино Телевидение Все закончилось И по большому счету Что-то интересное Начало происходить Вот-вот Совершенно В нулевые Да В нулевые Ближе к концу Когда появились Кинотеатры Их стало Приличное количество Телевидение Как-то Засуществовало И может быть Сейчас Как раз Время Ренессанса Возвращения Возвращения На большой экран Мастеров Вот Может быть Это Станет тенденцией Хотелось бы И может быть И Константин Райкин Тоже Значит Где-то снимется И Потому что в театре Это конечно чудо Я был На его спектаклях То что он делает В актерском смысле Это действительно Уникальное Абсолютно Существование Пока вот кино Не так везет Будем надеяться Что он вернется В большое кино В вашем фильме Самый лучший день Играет Такую столичную Вертихвостку Солистка Группы Серебро Серебкина Ольга Да Я честно говоря Не очень Разглядел Какое-то актерское мастерство Во всех Солистках группы Серебро Как вам удалось Разглядеть это В Ольге Серебкиной Вы знаете Она играет у нас Антагонистку Как бы Разлучницу Разлучницу Вот И То есть там Актерское мастерство Не требуется Нет Конечно оно требуется Но Мне кажется Что вот так же Как в Горько 1 Вот Нам удалось Заявить Несколько артистов Как бы Заново Вот Так же и здесь Вот у нас С Олей происходит Потому что Оля Очень органичный Человек Я увидел Ее В клипе Группы Серебро И мне показалось Что она ведет себя Абсолютно Безыскусно Вот На самом деле Для большинства Женщин Артисток Характерно То что они Смотрят на себя Со стороны И что-то Что-то из себя Строят Начинают актерствовать Да Либо более сексуальное Либо более Трогательное Либо Милое Вот А в ней Это был Небольшой кусочек Клипа Но Как-то она Вела себя Очень предельно Предельно Откровенно Без Без каких-то Не боялась Показаться Вульгарной А у нас там Персонаж Конечно еще тот Вот И поэтому Мы Мы Встретились Я поговорил И понял Что это просто Органика такая Вот человек Такой есть Сам по себе Ничего ему Не надо играть Дальше Репетиции Читки Вместе с артистами Ансамблевой И так далее И так далее И мне кажется Ну Она Приятно удивит Тех кто это увидит Потому что Это Это тоже Особое Актерское Существование Есть мастерство А есть безыскусность И вот Сталкивая Мастерство Народных И безыскусность Вот например Оли То в этом Какая-то есть Искра Высекается А тяжело Ли Снимать Супругу Свою Ведь Юлия Александрова Снялась Горько Один Горько Два И вот Теперь В самом Лучшем Дне Вы знаете Для меня Юлия Александрова На площадке Перестает быть Женой Это первое Во вторых Ей больше всего Достается Потому что Еще С другими Видами Я как-то Ну Сдерживаюсь Вот Поэтому О легкости Речь Не идет Но Юля Удивительным Обладает Драматическим Даром Она умеет Чувствовать Очень интенсивно Очень сильно Свою героиню Была премьера у нас В Москве В кинотеатре Октябрь Инна Михайловна К Юле подошла И говорит Ну Ты Лучше всех нас Сыграла Я понимаю Что это преувеличение Конечно В каком-то смысле Аванс В этом есть Доля Правды Потому что Инна Михайловна Настолько Честный Человек Что она Даже Ну вот Комплимент Просто так Она не сделает Никому А это очень Это дорогого стоит В гостях у меня сегодня Жора Крыжовников Мы прервемся Совсем ненадолго Добрый вечер С вами по-прежнему Владимир Полупанов Беседую сегодня С Жорой Крыжовниковым Режиссером Продюсером Сценаристом Хотел спросить Вот о чем Замечательный фильм Горько Я прям фанат Этого фильма Признаюсь честно Да Я думаю Что стану фанатом Фильма Самый лучший день Обязательно его посмотрю На этой неделе Будет ли продолжение У Горько 2 То есть Горько 3 Будет ли продолжение И будет ли продолжение У фильма Самый лучший день У самого лучшего дня Продолжение Не будет Тема закрыта Да Ну просто Это пьеса Островского В основе Сюжетно Пьеса Островского Какая Старый друг Лучше новых двух Она называется Это в принципе Бальзаминовский цикл Хотя героя зовут По-другому Но в принципе Это герой Бальзаминова На которого Совершенно Нечаянно Сваливается Счастье Может быть Даже Незаслуженно Но вот Русский человек Он счастье ждет И Даже в советском кино И в русской комедии Вот если правильно ждешь То счастье Оно придет Особенно Накануне Нового года Да В Новый год Особенно Вот прям правильно жди Вот И как ни странно У Островского Это тоже есть Вот Если ты Человек Неплохой Даже не обязательно Хороший Неплохой То щука Из проруби Пойдешь за водой Значит И щука Выпрыгнет И все сделает И уже будешь На печи За дровами ездить Вот это Замечательная сказка Про лентяя Который не хотел Никуда ходить И слава богу Щука появилась Потому что он Лошадь запрягать Ему было лень Вот Это я на какой вопрос отвечаю Отвечает на вопрос Почему не будет продолжение Почему не будет продолжение Ну и как ни странно Вот это приключение Со щукой Ну оно в одну сторону Только щуку поймал И все Потом щуку убежала Ты ее ловишь Ну как бы странно А у Горька В принципе Это продолжение Могло бы быть Я вот сейчас Рассказывал В Нью-Йорке Как раз Эмигрантам О том Что мы подумывали О том Чтобы наша семья Эмигрировала Потому что у нас Первая история Она Про семью Про мужа и жену Вторая Про отца И третья В принципе Логично Была бы Про родину Вот Что это такое И как Как Найти ее Вот Можно ли родину Поменять И так далее И так далее Да Вот Но Сейчас Вот мне кажется Что Ну Не время Не время Все и так понятно Вот Что сейчас Об этом говорить За эти два года В общем Много чего С нами произошло На какие-то вопросы Мы сами Ответы получили Чтобы еще Значит За этими Ответами Идти в кино Поэтому нет Наверное Ни то ни другое Продолжение Не получит Надо Новые истории Сочинять Вот И пытаться Ими радовать Зрителя Мы вновь Вынуждены Ненадолго прерваться И продолжим Нашу беседу С Жорой Крыжовниковым Не переключайтесь Аргументы Полупанова Добрый вечер С вами Владимир Полупанов И мой Сегодняшний гость Жора Крыжовников Режиссер Продюсер Сценарист Спрашивая Артистов Как вы будете Встречать Новый год Я получаю Ответ Что Буду на сцене Буду работать Все таки Как режиссеры Сценаристы И продюсеры Встречают Новый год Я встречаю Новый год Дома В кругу Семьи Вместе Со своими Родными С любимой Женой С дочкой С нашими Со всеми Родственниками В самых Что ни на есть Простых Забавах Лепки Снеговиков Надеюсь Что может На Новый год Нас порадует Погода Мне кажется Что праздник Этот семейный Домашний И артисты Пусть поют В телевизоре А мы Спокойно Побудем дома Ну или в кино Я вот Подумаю над тем Чтобы еще Сходить на самый лучший день С простой публикой Посмотреть Потому что Пока публика Премьерная Специальная Гостевая А вот с людьми Это увидеть Это особое Мне кажется Впечатление Жора скажите Все таки Наверное Новогодний праздник Он самый Наверное Яркий И все это Тянется с детства Какие-то Может быть Воспоминания С детства Как вы встречали Этот праздник Вот скажем Когда были Маленьким Совсем И может быть Вот отсюда Ваша такая Тяга к комедиям У меня Папа был Шутник Вот И С одной стороны А с другой стороны Волшебник Потому что Он меня Мне кажется Лет до Я не знаю До десяти До одиннадцати Убеждал Что Дед Мороз Существует Потому что Он с помощью Всяких фокусов Все время Значит Подстраивал так Что Я только задумаю А уже Это под елкой Стоит И он говорил Ну А ты понимаешь Что это Только Дед Мороз Может Но закончилось Все это Совершенно Фантастическим Образом Потому что Он мне говорит Читай Стихотворение А мне уже Лет двенадцать Да нету Деда Мороза Он говорит Вот попробуй Просто вот Прочти Прочти Стихотворение На елку И вот Что произойдет Вот интересно будет Я Значит Начинаю что-то читать Какое-то стихотворение Причем там уже Из Евгения Онегина Из школьной программы Такой поздний А он Оказывается Спрятал коробку конфет Под диван Протянул леску Через батарею И Пока я читаю Он значит За леску Тащит конфеты Чтобы они оказались Под елкой Вот И я Читаю Читаю И вижу Что конфеты Как полтергейсте Просто Перемещаются Так Слегка Потряхиваясь Я испугался Становился Ну и вот Это было Прощание Значит С детством Потому что Дед Мороз На моих глазах За леску Тянул Коробку конфет Ну и в конце Какие-то пожелания Нашим слушателям С наступающим Новым годом Я желаю Счастья С теми Кто рядом с вами Желаю Того Чтобы И вас поддерживали И вы поддерживали Та сила Которую Дают нам Близкие Больше Ниоткуда Ее взять Невозможно Про это И наше кино О том Что Самый лучший день Мы иногда Упускаем Потому что Не понимаем Что счастливы И только Оглядываясь назад Понимаю А вот он Самый лучший день Был Вот я желаю Этого Полнокровного Настоящего Новогоднего Счастья Спасибо большое В гостях у меня был Жора Крыжовников Я Владимир Полупанов Прощаюсь с вами До следующей недели Всего вам доброго Аргументы Полупанова Полупанова Продолжение следует...